книга открытым оком том 3 тема политика вопрос 1164 как вы считаете на данный момент каковы главные проблемы русского народа и каковы основные пути их решения верите ли вы возрождение и успех россии отвечает игнатий тихонович лапкин не люблю слова проблема и не знаю почему когда появились слова ваучер и брокер я их не взлюбил и старался их не произносить просто открещивался от них и они к удивлению моему вышли из употребления вообще заменяя слова проблема словом нерешенный вопрос это вопрос израильского народа вышедшего из египта этот же вопрос после моисея поставил перед народом пророк или я прекратить играть в духовность в кавычках все должно быть по серьезному за правду а не нашим и вашим мы за христа а проголосуем за коммунистов 3 царство 1821 цитата и подошел или я ко всему народу и сказал долго ли вам хромать на оба колена если господь есть бог то последуйте ему а если ваал то ему последуйте и не отвечал народ ему ни слова матфея 6 24 цитата никто не может служить двум господам ибо или одного будет ненавидеть а драгу а другого любить или одному станет усердствовать а другом не родить не можете служить богу и мамоне 1 иоанна 2 15 цитата не любите мира не того что в мире кто любит мир в том нет любви очень нас пытается убедить и что на какой-то планете существовала страна с названием в кавычках святая русь я же утверждаю что такого никогда не было руси никогда не была евангелизирована как должно и вообще никак этим сегодня занимается только сектанты причем все еретики с грубейшим искажением евангелия священники в храмах проворачивают пустые молотилки смекины где нет зерна а если где то есть то только отдельные зернышки то что называется православием в кавычках сегодня никакого отношения не имеют к евангелию по сравнению с апостольскими временами нет рождения свыше нет отделения от мира волков от овец живых от мертвых сплошной вавилон россию нужно евангелизировать и выход один только через проповедь практически выход из этого вижу в том чтобы все единого семинаристов и отправить на обучение к баптистам быть может кого-то мы потеряем кого-то кто-то перейдет к ним но будет и возрождение встречи со христом к нам в общину приезжают священники и из московской патриархии и из рпцз и старообрядцы я еще ни одного не встретил истинно возрожденного не считает тех кто в православии перешел из баптистов или минонитов я очень ясно представляю реакцию слышащих эти слова это как раз и говорит о том что вы не возрожденные и мертвые и можете только злобиться но это уже было в истории евангелие от иоанна 8 глава с 31 по 42 стихи тогда сказал иисус к уверовавшим в него иудеям если прибудете в слове моем то вы истинно мои ученики и познайте истину и истина сделает вас свободными ему отвечали мы семьи абраамова и не были рабами никому никогда как же ты говоришь сделайтесь свободными иисус отвечал им истина истина говорю вам всякие делающие грех есть раб греха но раб не пребывает в доме вечно сын пребывает вечно и так если сын освободит вас то истина свободно будете знаю что вы семьи авраамова однако ищите убить меня потому что слово моё не вмещается вас я говорю то что видел у отца моего а вы делайте то что видели у отца вашего сказали ему в ответ отец наш есть авраам иисус сказал им если бы вы были дети авраама то дела авраамова делали бы а теперь ищите убить меня человека сказавшего вам истину которую слышал от бога авраам этого не делал вы делаете дела отца вашего на это сказали ему мы не от любодеяния рождены одного отца имеем бога иисус сказал им если бы бог был отец ваш то вы любили бы меня потому что я от бога и шел и пришел ибо я не сам от себя пришел но он послал меня почему вы не понимаете речи моей потому что не можете слышать слово моего ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человекоубийца от начала и не устояла в истине ибо нет в нем истины когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи а как я истину говорю то не верите мне кто из вас обличит меня в неправде если же я говорю истину почему вы не верите мне кто от бога тот слушает слова божие вы потому не слушайте что вы не от бога на это иудеи отвечали и сказали ему не правду ли мы говорим что ты самарянин и что без в тебе иисус отвечал во мне беса нет но я чту отца моего а вы бесчестите меня впрочем я не ищу моей славы есть ищущий и судящий русская нация судя по всему должна исчезнуть то есть сократиться до минимума сейчас идет самоуничтожение умирание аборта самоубийство курева наркомания пьянство и всепотопляющий вселенский поток блуда все это план далеса и тысячи поправок к нему через продажную власть народ не дружественен не не сплочен исключительно завислив и злобен кричат о демократической катастрофе а сколько различных для многих неизлечимых болезней пожирает уже миллионы стоящих на краю могилы русская нация теряет звание гоев и шариковых чтобы убедиться в этом начните продавать или обменивать дом сколько в вас вцепится крохоборов кровососов взяточников за последние 10 лет административный аппарат увеличился более чем в 10 раз в некоторых областях и все придумывают и придумывают новые должности и как обобрать людей целые коллективы и институты думают над тем как ограбить своего же природного русского мы пожинаем плоды безбожия без евангелизации у россии нет будущего и очень скоро истинные праведники святые будут умолять бога чтобы он уничтожил эту империю зла и лжи если не будет покаяния нам с детства сказочные понутру исполнить три желания от скуки дворцы волшебством строит поутру прекрасная елена или щука зачитывались подвиги героев их оживление водой живой и мертвой воображение себе все это строим подписку дать любому псу и черту мечтательность фантазии умора мозгам развитию нежизненным рукам добейся сам построй пусть даже не скоро но с божьей помощью потея сделай сам определить желанием спастись родившись свыше точно по писанию с благословением окончить эту жизнь к запретному умом не прикасаясь разверзнуться при жизни небеса свобода духа превозможит страхи лишь о христе ты будешь петь писать свидетельствовать на голговской плахи иисус твой главный друг авторитет а мнение не верующих карканье вороны путеводитель твой новый завет стихи и главы стрелы и патроны не бойся потерять друзей родных цепляясь за епископа священство когда их голоса со стороны где ереси неверие от щепенцы увидишь отходя сбылись мечты разгадка трех задуманных желаний себя отвергся тленной суеты взяв крест шел под христовой дланью святая троица здесь забирание духа обители сотворившие во мне не видел глаз не слышал это ухо не представляемое даже и в уме 29 июня 2002 год игнатий тихонович лапкин это ухо не представляет